друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки вчерашняя торговая сессия торговая сессия понедельника вы знаете сложилось своего рода дежавю от того что мы видели в прошлый понедельник когда рынки отреагировали на появление вакцин от компании pfizer вчера точно такую же новость сделала компания модерна которая стоит отметить раньше получила куда больше финансовой помощи поддержки от государства в том ролике который был подготовлен совместно с нашими партнерами о перспективу фондового рынка с учетом вакцин в прошлую пятницу я как раз друзья и говорил что как только на рынок придет а аналогичные сообщения от модерны и от астрозеники мы можем увидеть похожую динамику поэтому рекомендовал вам присмотреться к покупкам модерны как раз акции астрозеники то есть сейчас по факту можем сказать то что акции модерна на новости скакнули больше чем на десять процентов если вы упустили эту возможность друзья заработать на росте фармацевтической компании не нужно расстраиваться потому что есть еще как бы так козырь у нас это астрозеника мы можем воспользоваться этой инвест идеи тем более что астрозеника ранее получил от правительства больше одного и двух миллиарда долларов а на разработку вакцины я считаю то что у них у экспертов ученых этой компании все-таки больше шансов есть предложить реально то что поможет на победить 7 на пандемию в моменте то что мы наблюдаем на финансовых рынках это конечно же присутствующий энтузиазм трейдеров а считающих что наконец-таки стали появляться первые предпосылки изменения новостного фона который в конце концов через какое-то время поможет нам закрыть тему с к видом это произойдет безусловно друзья мы не можем обсуждать к вид вечно но я полагаю то что случится это еще очень и очень не скоро от появления вакцины до вакцинации и широкого распространения лекарственных препаратов колоссальный путь который нам еще предстоит пройти я предлагаю быть оптимистами и считать что вот эти вакцины от файзер от модерны смогут помочь мировой экономике смогут помочь населению и смогут победить коронавирус но на мой взгляд при самом лучшем раскладе все-таки эффекта будет наблюдаться на рынке только лишь к середине двадцать первого года до этих пор друзья давайте просто верить в то что пандемии отступит но все-таки в моменте работать с тем что есть на рынке а сейчас у нас острая фаза второй волны к вида австрия вчера сообщила о общенациональном карантине трех недельным соответственно еще одна европейская страна которая вынуждена прибегает к жестким карантином в всеобщей изоляции это только начало я думаю то что локдауны нас ожидают как волна повсеместно потому что темп распространения а корона вируса с каждым днем только увеличивается в штатах а вчера был установлен новый рекордный уровень выше 135 тысяч новых случаев заболевания и если мы пробежимся по аналогичным примером по другим регионам мы также увидим рекордные показатели поэтому то что есть в моменте друзья это сохранение тех ставок на защитное золото которое держится на отметке тысячи близи 1900 долларов за тройскую унцию вчера трейдеры пытались было продать золото локально мы увидели коррекцию примерно на 25-30 долларов очень похожая реакция на ту реакцию которая последовала на рынке в прошлый понедельник то есть когда появились новости о вакцине от файзер но в этот раз у трейдеров все-таки уже был опыт и стоит отметить что несмотря на такое улучшение новостного фона ожидания участников рынка не меняются все остаются реалистами объективно оценивают то что происходит и понимают то что завтра коронавируса не отступит поэтому возможно даже реакция на следующую вакцину от астрозеники например будет еще более сдержанной но это не значит то что мы не сможем заработать на росте капитализации самой компании присмотритесь друзья к ней я думаю то что может стать очень неплохой инвестор идеи что касается наших традиционных инструментов за которыми мы следим индексом американского доллара 92 49 очень интересная ситуация по доллару сейчас с одной стороны на американскую валюту давит вообще к видные темы то что происходит в штатах с другой стороны речь идет о вакцинах которые возможно впоследствии помогут мировой экономике поднимут ее с колен поспособствует восстановлению экономической активности и когда это произойдет как таковой снизится спрос на те инструменты которые должны характеризоваться защитными свойствами то есть в этом ключе доллар тоже проиграет но это как бы влияние фона коронавирусного фона на доллар я все-таки вам рекомендую друзья смотреть на более системные фундаментальные показатели это ситуация на американском рынке долга 10-летний трэжерис вот поскольку они остаются на рекордных минимумах у доллара нет шансов восстановиться мы также ожидаем новые меры экономического стимулирования от конгресса я очень рассчитываю на то что после 14 декабря когда пройдет голосование выборщиков и мы узнаем имя следующего американского президента конгресс в оперативном порядке до конца двадцатого года даст экономики 2 может быть чуть больше триллиона долларов вот это прям мое самое может быть избыточное даже фундаментальные ожидания но я хочу дожать опять вместе с вами этот фон друзья и попробовать на этом заработать потому что реакция доллара на новые меры экономического стимулирования будет предполагать его резкое снижение еще одна новость фрс может смягчить монетарную политику еще до заседания которое запланировано на 15 и 16 декабря если это произойдет друзья ну тогда еще до решений по новым пакетом госпомощи от конгресса у нас появится серьезный фактор давления на на доллар сегодня роничные продажи по штатам 1630 прогноз плохой рост максимум 0,5 процента два месяца назад показатель скакнул на 1,9 то есть потребительская активность снижается и сегодня также выступление от жирома паула в 21.00 по московскому времени как раз могут быть сделаны анонсы касательно изменения денежно-кредитной политики давайте ждать этих комментариев готовиться к тому что текущее ослабление американского доллара продолжится золото 1888 ждем от теста 1900 и ставим на движение выше европейская валюта против доллара 1 1858 понемногу растем и устанавливаемся рекомендую посмотреть на индикатор речных настроений кайман 71 процент трейдеров сейчас в продажах друзья если вам не хочется возиться с новостным фоном и с фундаментом работайте со психологией сейчас рынок тотально продает евро и как показывает практика да и вообще наверное логика рынок никогда не позволит заработать всем евро пойдет по пути на и меньшего сопротивления в том направлении где меньше всего сейчас трейдеров это как раз те кто остается в покупках давайте все верить в рост европейской валюты и тоже дожимать цель отметку 1 20 фунт против доллара 1 32 18 ждем новости по brexit у а сегодня в 17.00 выступление руководителя банка англии были могут быть намеки на дополнительное смягчение экономической политики хотелось бы конечно же увидеть все эти снижения курса британца но все-таки я настраиваюсь на мощные распродажи фунта из-за отсутствия соглашения по брекзиту и допускают то что коррекция может начаться уже в рамках текущей недели австралии с против доллара 0 73 18 покупаем с целью 0 75 друзья после протоколов сегодняшних которых вышли несколько часов назад стало ясно то что резервный банк австралии также не собирается снижать ставки ниже нулевой отметки и по новозеландцу цель в принципе точно такая же ожидаем роста с целью с уровнем 070 риторика и опять же аргументы почему новозеландский доллар нужно покупать я вам рассказывал накануне главная ставка на то что резервный банк новой зеландии также воздержатся от ввода оставок ниже нулевой отметки а те стимула которые действуют это то что может поспособствовать восстановлению новозеландской экономики тем самым поддержать позиции новозеландского доллара на этом собственно все хорошей вам торговой сессии все пока